Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нистягин Олег. И сегодня я вам покажу одно из самых удивительных и необычных мест на нашей планете, которое находится в штате Юта, что в Неваде. Но перед этим я хочу познакомить вас с особенностями Google снимков. Вот по некоторым из Google снимков, так сказать, можно даже увидеть, знаете, необычные следы. К примеру, как в этом месте. Если по максимальному приблизить, то мы увидим очень и очень странные следы. Знаете, ну похоже на человеческие. Если это человеческие следы, то, не знаю, меня тогда поражает качество снимков, по которым можно даже следы человеческие отследить. Удивительно, не правда ли, дорогие друзья? Ну а также, если более детально эти холмики разглядывать, мы увидим и автомобильный след. А если еще ближе приблизить картинку, то наши холмики все превращаются вот такие вот в полосочку. Не знаю, может быть, это уже пикселизация происходит. Вот такие вот особенности этой программы. Да, но мне поразили, конечно, следы. Я даже не ожидал то, что возможно увидеть в этом месте след человеческий. Ну, если это уж не человеческий и к следу не относится, я тогда уж не знаю, что это такое. Если кому-то интересно, давайте замерим, к примеру, расстояние между точками. Вот в среднем 0,85. Много это или мало для человеческого следа. У всех ноги разные. Может быть, этот след так отчетливо видно, потому что, может быть, по корочке какой-нибудь прошли, и провалы от следа остались. Вполне возможно, вот такие вот интересные следы я здесь обнаружил. Рядом еще более интересное я обнаружил. Вот такие вот странные горы в форме змей. Представляете, дорогие друзья? Я такого никогда не видел. Вот сверху вот такая вот корочка, похожая на чешую от змеи. И вот такие формы этой горы. Эти горы. Вы когда-нибудь видели такие горы, дорогие друзья? Может быть, это вообще не горы, это, может быть, окаменевшая змея, которая, ну, со временем окаменелая, сейчас просто разваливается на кусочки. Как вы думаете? Может быть, такое? Ладно бы, здесь одна такая гора была. А здесь, посмотрите, несколько их. Фантастика! И у каждой верхушка вот так вот удивительным образом растрескана, что похоже на чешую, то есть на кожу змеяную. Давайте повыше приподнимемся, покажу еще более интересное. Я сначала думал тоже, то что все эти горы получаются, то есть, ну, от водной эрозии. То есть, это остатки. Но, когда дошел вот до этого места при просмотре, дело в том, то что эти перемычки, они уже сразу были. Ну, не перемычки, я их так, что-то с пылу-жару назвал, перемычками. Но вот здесь странное явление, как видим, водная эрозия вымывает, то есть верхний слой, а именно вот эти вот перемычки остаются. То есть, есть какое-то заполнение между вот такими вот горами змеями. То есть, раньше, вернее, было. Сейчас, да, конечно, водная эрозия все это вымыла, и остались вот такие вот перемычки, которые я назвал змеями. Фантастика. Вот, чем больше я смотрю по гугл-карте и нахожу вот такие вот удивительные места, удивительные горы. Не знаю, связаны ли все вот эти вот горы, горы змеи с водной эрозией. Трудно сказать, то что это все создало водной эрозии. Да, давайте еще раз приподнимемся, посмотрим, сколько же таких гор этих змей. Вот здесь еще одна, как видите. Вот здесь рядышко. Здесь огромное количество вот таких вот необычных гор. Может быть, это и вправду какие-то древние моллюски, змеи, вернее, моллюски гигантского размера, которые существовали там, ну, в древнем каком-то океане, там, миллионы лет назад. Ну и после очередной катастрофы, поднятия там, к примеру, тектонических плит, они оказались вот на суше, погибли, окаменели, а теперь рассыпаются. И это лишь остатки того, то, что было раньше гигантскими вот такими вот змеями, может быть, и мурены какие-нибудь. Ну, еще раз повторюсь, дорогие друзья, я очень часто фантазирую, что и вам советую. А если кто-то думает по-другому, то есть, что это водная эрозия такая, ну, пускай попробуют объяснить, как она работает. Вот такие вот интересные горы, змеи. Ну, а рядом еще более интересная гора, вернее, даже не гора, а то, что от нее осталось. А вот теперь рассмотрите внимательнее, дорогие друзья. Я вам покажу кое-что интересное. Вот в этом месте существуют вот такие вот геологические образования. Официально это называется как бы столкновение тектонических плит, то есть, поднятие одной плиты над другой, и получается вот такой вот слом. То есть, как видите, с одной стороны пологая сторона, а с другой стороны обрывистая. Ну да, я бы поверил, если бы реально плита на плиту наехала. Да, это возможно. Но, именно вот в этом месте, если посмотреть, вот такая вот плита, она закольцована. Посмотрите внимательно, дорогие друзья. Я уже поспорю с учеными. Здесь не может быть столкновение тектонических. Мое мнение, это остаток, то есть, от гигантской горы. Основание, а еще точнее, искусственное. Давайте более детально рассмотрим край. То есть, то, что осталось от этой гигантской и искусственной горы. Здесь можно все увидеть послойно. То есть, вот, как видите, первый слой, скорее всего, был каким-то коричневым, то есть, или бордовым цветом. Потом шел белый слой, известняк. Далее серый, коричневый. Ну, а то, что внутри, ну, мы не можем здесь, конечно, погадать, то, что внутри было. Белый и серый слой мы можем наблюдать по кругу. Фантастика! Дорогие друзья, нам много чего по истории не договаривают. В особенности, стараются не показывать, то есть, древние карьеры, древние выработки, которые существуют на Земле. Вообще, штат Невада, я считаю, это один гигантский выработанный карьер. Это можно судить вот по таким остаткам от гор, которые сейчас я вам показываю. Если кому-то интересно, давайте замерим. Длина вот такой горы 64 километра, а ширина в среднем 33 километра. Я повторяю, все, что осталось от этой горы, это лишь основание. Скорее всего, в далеком-далеком прошлом, в искоразвитой цивилизации, они создавали искусственные горы, отсыпали их слоями. Далее, в этих горах происходила какая-то реакция, скорее всего, зарождались там новые руды, полезные ископаемые, может быть, просто каменели эти горы, то есть, резали на блоки для строительства. Ну, не знаю, для каких целей, но, повторяюсь, я очень много вот таких вот моментов встречал по гугл-карте, то есть, видел только основание от гор. Да, нам ученые скажут, то, что здесь поработала водная эрозия, но тогда появляется вопрос, куда вымыло такое гигантское количество породы? И как? Через что? Через вот это вот небольшое ущелье? Ну, я думаю, это глупо так думать, то, что через вот это вот ущелье вымыло, вот такое вот гигантское количество породы. Я думаю, это искусственно, то есть, выбранная порода. Да, со временем поработала водная эрозия, появились каньоны, обмытые вот такие вот участки. Но, если в общем из большой высоты на все это смотреть, это, дорогие друзья, отработанные горы уже. Вот такие вот у меня заметочки по Неваде, точнее, по Юте. по необычным горам в форме змей. Они меня очень удивили. Я уж думал, все перевидался по гугл-карте. Но такого я еще, честно вам скажу, не видал. Вот таких вот гор. Встречал небольшие хвостики, там, ну, 2-3 километра. Но, чтобы полностью в форме змеи знать, и в среднем толщиной 50 метров. очень странные горы, не правда ли, дорогие друзья. Да, многие жалуются на канале в комментариях, то, что не информативно, но я и вправду показываю те места, о которых практически информации нету. А я считаю, так, если уж я показал, это уже кое-какая информация есть, это уже хорошо. А что это, я думаю, мы со временем разберемся. Так, ну, а мы давайте еще посмотрим, что тут интересного вьюти, помимо исчезнувших гор, следов, гор змей я увидел. Так, давайте я вас познакомлю с необычным ущельем. Знаете, редко где такое встретишь. Оно небольшое, но настолько петляет и настолько фантастически выглядит, что начинаешь удивляться, как природа могла такое создать. А вот специалисты гугл-карты практически создали 3D-модель этого ущелья. Посмотрите, как оно выглядит. Фантастика, не правда ли? Давайте немножко продвинемся по этому ущелью и посмотрим несколько фотографий. особенно меня завораживают плавные формы. Не правда ли интересно? Вот таких ущельей здесь, знаете, просто гигантское количество. здесь также очень и очень интересное место. Я назвал это броня. так же внутри вот такой структуры можно увидеть странные перемычки. Скорее всего, они из более твердого материала, поэтому не так подвержены водной эрозии, но вымываются и проявляются. То есть в таких вот интересных фантастических горах. также хотелось бы узнать, что это такое. Что за перемычки? Лесами горы по себе очень любопытно выглядят. вот такое любопытное место находится в штате Юта. Ну а я думаю на этом видеоролик заканчивает. Надеюсь вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч. До новых встреч! Продолжение следует...